Всем привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про одну мобильную игру, на которую я наткнулся несколько дней назад в магазине Google Play Market. Игра называется «Не уволься». И суть её заключается в том, что мы должны устроиться на работу и при этом не быть уволенными. Нам нужно расти по карьерной лестнице, достигать новых высот, становиться начальниками, начинать получать в своё распоряжение каких-то подчинённых и в общем расти до максимального уровня, до президента компании. Поначалу мне вообще показалось, что в этой игре нет ничего интересного, но потом я понял её глубину. И несмотря на то, что больше в эту игру я играть не хочу, я всё равно считаю важным рассказать вам о ней, потому что она крайне необычная. Она абсолютно не похожа на всё то, что вы привыкли видеть в мобильных играх. Чего же здесь, что здесь самое главное? Самое главное здесь это геймплей. То есть по сути своей в любой игре, мобильной, компьютерной, консольной, неважно, есть определённые игровые правила и условности. Сделал это, получил вот это. И никак иначе. И по сути, когда мы начинаем играть, мы принимаем правила игры и начинаем расходовать свою энергию на полезные вещи и не расходовать на бесполезные, что-то игнорировать, что-то делать, чего-то не делать. Здесь же так не работает. И с самого начала нам игра даёт об этом понять. Как только вы установите игру и попытаетесь в неё зайти, первые несколько попыток устроиться на работу всегда заканчиваются провалом. Это прям железно. У меня, по-моему, таких попыток было семь. Вот представьте себе моё лицо, когда я скачал игру, я хочу в неё поиграть, я пытаюсь устроиться на работу, чтобы не быть уволенным, и я не могу устроиться на работу, потому что по тем или иным причинам работодатель не хочет давать мне эту работу. И ладно, если бы это было один раз для того, чтобы, ну типа парень, надо поискать работу, но восемь раз в мобильной игре. Мобильные игры, я хочу напомнить, это та сфера, где люди приходят убивать своё время и желательно как можно быстрее, поэтому мобильные игры зачастую очень быстрые. Здесь же ты восемь раз подряд пытаешься устроиться на работу, тебя увольняют, и я уже начал задумываться, знаете о чём? А правильно ли я играю? Может надо куда-то нажимать? Оказывается, нет, не надо никуда нажимать, тебя просто не берут на работу. Тебе, чтобы начать играть, нужно восемь раз быть нахрен непринятым на работу. Вот именно такой подход, как мне кажется, достаточно рискованный для разработчика игр. Огромное число людей просто даже не захотят доходить до того момента, когда уже начнётся непосредственно игра. Я уже хотел было на самом деле перестать в неё играть, но потом я залез в интернет почитать, а вообще всё ли я правильно делаю, почему меня не берут вообще на работу. Выяснилось, что этой игры огромная фан-база, то есть даже есть страница на фэн-вики, по-моему так, википедия посвящённая каким-либо культурным вещам, у которых есть фанаты, да, то есть у этой игры есть фанаты, где расписано, за что вас могут не принять или уволить. Как выяснилось, на самом деле это правильно, что меня не принимали на работу, и я никаким образом не мог на это повлиять, то есть мне действительно нужно было ждать все эти восемь раз. Потом меня приняли на работу. И суть работы заключается в том, что есть карьерная лестница, тебя берут стажёром или интерном, ты должен расти. Чтобы расти, будучи интерном, тебе нужно принимать работу от всех вышестоящих людей, то есть и младший менеджер, и помощник менеджера, и директор, и президент компании, они все могут давать тебе работу, и ты можешь её себе принимать, и рядом с тобой будет вырастать стопочка дел, которые позволят тебе выполнять эти дела, блин, которые позволят выполнять тебе эти дела и при этом получать деньги и опыт. Каково же было, блин, моё удивление, когда я вдруг осознал, что я собрал всю работу со всех, у меня была огромная гора дел, и меня увольняют, знаете, за что? За то, что работы в компании больше не осталось. Я взял всё на себя, всё, компания больше существовать не может. Потом, после этого увольнения, ты снова начинаешь искать работу, тебя снова не берут, потом тебя снова берут, и ты начинаешь брать меньше себе работы, то есть берёшь, например, работу со всех вышестоящих, а вот те, кто рядом с тобой, ну, начальники такие маленькие, неприметные, ну, на их работу ты забиваешь, в общем-то. И в какой-то момент это работает, тебя не увольняют из-за того, что нет в компании работы, но если вдруг один какой-нибудь небольшой менеджеришка, да, который, в общем-то, ничего в компании, по сути, не решает, и является человеком на две, может быть, ступени выше от тебя, он недоволен, тебя увольняют за то, что ты не берёшь работу. И отследить это просто невозможно. Ты можешь не взять работу, и тебя оставят. Ты можешь не взять работу, и тебя уволят. Ты можешь собрать всю работу, и тебя всё равно уволят. В принципе, в этой игре это самое интересное. То есть, игра непредсказуемая. То, о чём я говорил, про игровые условности, их здесь просто нет. Здесь всё работает по какому-то своему засекреченному алгоритму, и практически невозможно сказать, что будет от того, возьмёшь ты работу или не возьмёшь. Есть также такие вещи, как какие-то события, какие-то события в компании, которые происходят. Например, ваш старший товарищ, старший по должности, вместе с вами потусил и попросил вас называть его Бро. И вам нужно выбрать, называть его Бро или не называть Бро. Если ты выбираешь называть Бро, то тебе говорят, а что, конченый? Ну, типа он напился, а ты его начинаешь называть Бро, он твой начальник. Ну, как бы за это могут не уволить, а могут и уволить. Но как минимум упадёт ваше продвижение по карьерной лестнице. Самое интересное, в какой-то момент я такой решил, так, всё, я постараюсь вырасти хотя бы до кого-нибудь, до какого-нибудь менеджера, да, чтобы быть уже там на ступеньку повыше в этой иерархии. И представляете себе, я дорастаю до менеджера, и компания становится банкротом. По какой причине? Кто в этом виноват? Что стало с этой компанией? Почему вдруг она стала банкротом, и меня вдруг уволили? И, естественно, все достижения, которые я получил в этой компании, когда в ней рос, они все пошли коту под хвост. Просто потому, что дальше ты снова ищешь работу, снова становишься стажёром, и снова начинаешь впахивать. И вот это та самая причина, почему я не хочу продолжать играть в данную игру. Я всё-таки рассматриваю мобильные игры, мобильный гейминг, как инструмент для получения быстрого удовольствия. Серотонин, дофамин, вот эти все всякие эндорфины, которые человек получает во время развлечения, во время игры, они должны быть каким-то образом понятны человеку и обусловлены. Я не против сложных игр, я не против выживалок и непредсказуемых игр, но только не на мобильном устройстве. Это моё мнение, оно может, как всегда, отличаться от вашего. Это первая проблема игры. Но у игры есть и вторая проблема, которая тесно связана с первой. Это гринделка. Что значит гринделка? Это значит, что по большей части вся игра заключается в том, что вы либо берёте работу, либо не берёте. Вы распределяете свои собственные труды, свои собственные усилия для того, чтобы расти по карьерной лестнице. Но всё это заключается в том, что вы просто тыкаете в одно место. Если бы это был серьёзный выживач какой-то, в котором нужно много думать, запариваться, тогда нужен более сложный геймплей для того, чтобы это было интересно. А здесь получается, что игра раздражает тебя своей непредсказуемостью, но при этом сам геймплей, он очень простой. И ты вроде как выполняешь монотонную работу, и ты за неё не получаешь того, что хотел, ты вроде голову не поломал и удовольствия не получил. Вот такие вот есть две проблемы у данной игры. Есть ещё и третья, но она максимально субъективная. Я не очень люблю игры с пиксельной графикой. Я понимаю, что кому-то это нравится, это выглядит достаточно так по типа Dendy, типа Game Boy, пиксельная графика, все дела. Те самые консоли из предыдущего тысячелетия, грубо говоря. Но как мне кажется, сегодня игровая индустрия шагнула очень вперёд и создавать пиксельные игры, но это всё равно, что создавать, воссоздавать запорожец, да, который ездил когда-то на улицах. Сегодня на запорожец кататься, ну, никто не будет, но когда есть более технологичные вещи, зачем это делать? Это мой подход, как бы я считаю, что пиксельная графика, ну, не должна быть, не должно её быть в современных играх. Если бы была игра чуть более красивой, возможно, даже тот самый бесполезный и тягомотный гринт, он, наверное, так бы не выбешивал. Вот такие вот три минуса я нашёл в игре. Что касается плюсов, наверное, эта игра вызывает эмоции. Есть самый большой плюс, благодаря которому я вообще снимаю это видео. Я не снимаю видео на игры, которые не вызывают эмоции. Это самое главное. Поскольку игр очень много, приложений, игр, всего это на мобильных устройствах очень много, каждый день тысячи выходят новых приложений игр, и игра должна вызывать эмоции. Вот эта игра эмоции вызывает. К сожалению, по большей части негативные. Ваше продвижение вы скорее воспринимаете как норму, а вот ваше увольнение это всегда, блин, ну опять, ты просто сидишь и ждёшь, когда тебя уволят. Ну реально, ты просто сидишь и ждёшь. При этом, да, игра вызывает эмоции, и это является достоинством для того, чтобы её установить. Попробуйте. Установите, реально попробуйте. Игра бесплатная. Отключение рекламы стоит 1 доллар, что в принципе совсем недорого. Но я бы не стал этого делать до тех пор, пока вы не поймёте, что игра вам заходит, а она может зайти, поскольку у игры достаточно множество, достаточно много фанатов. И также я хотел бы, наверное, уточнить следующий момент. На самом деле, несмотря на то, что игра является реально конченной гринделкой, она глубокая, потому что со временем в продвижении у вас появляются подчинённые, вам нужно с ними как-то взаимодействовать, нужно тоже не вызвать свой гнев, не испортить кому-нибудь карму просто потому, что вам хочется. Ваша работа становится очень психологической, и скорее даже физически вы получаете меньше задач, потому что подчинённые вам их давать не могут, а вот психологически вам придётся быть именно руководителем. И очень много вещей есть, такие как прокачка, то есть всё это очень серьёзный и отточенный алгоритм, который нам, простым смертным игрокам, просто непонятен. И для кого-то это может стать реальным открытием. Поэтому я и снимаю это видео. Игра вызывает эмоции и может стать для вас открытием настоящим в мире мобильных игр. Возможно, именно в неё, в эту игру, вы будете залипать долгие часы. Я не имею права сказать, что игра плохая, например, на все 100%, просто потому, что я привык к другому. Я привык к другому геймплею, мне не нравится графика и так далее. Я вам точно могу сказать, что часа в этой игре будет вам вполне достаточно для того, чтобы составить собственное мнение. Если вы со мной согласны, пишите в комментариях, что согласны. Если не согласны, тоже пишите. Возможно, я тоже пересмотрю своё мнение. Меня очень жду комментариев, на самом деле, под своими видеороликами, которые являются критикой. Потому что если мне по поводу какого-нибудь моего видео напишут, что я там в чём-то не прав, будет прикольно, и я смогу как-то по-другому посмотреть на то, что я увидел ранее. На этом у меня всё. Мы очень скоро с вами увидимся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои замечательные комментарии. Увидимся в следующих видео. Пока. Ну и, естественно, не забываем про то, что есть сайт у нашего канала, есть у нас, у меня есть инстаграм, на который вы тоже можете подписаться, смотреть, что я там делаю. Вот, как-то так. Пока-пока.